Павильоны 140 краин удельниц займают огульную площадь шоколя 200 гектаров. Неопошнее место тут отведено с травом Беларуси. Национальный павильон нашей краины за час работы наведало больше за 270 тысяч человек. Подчас открытия Дзенгомельской области тут так само шматлюдно. Я думаю, что сегодня хороший урок для всех нас. Мы все это увидели и самое главное руководители увидели вместе со мной. Поэтому я думаю, что успех будет и вы видели, наверное, какой интерес у бизнеса Италии к нашей области и к тем товарам, которые мы сегодня представляли. Познайомиться с попытом и пропоновами усталевать новые связи с прицелом на протяглые деловые стосунки. Кожный мая пелную корысть от удела у выстави. Между Калининградским районом и Капанори, Италия, было подписано соглашение о сотрудничестве. Это и культурной сфере, и социальной, и производственной. И вот сегодня мы передали еще раз приглашение для того, чтобы итальянские партнеры наши посетили наш Калининградский регион для более еще тесного и плодотворного сотрудничества во всех сферах народного хозяйства. Интернет сегодня всем значно подширует мощности пошуку у тимлику гандлевых экономичных партнеров. Но ничто не может заменить живых человеческих стасунков и контактов реальных. А маль 100 замежных партнеров, основным это представники бизнеса Италии, выказали затекавленность до Гомельской области. Сегодня возлагаем одежду в первую очередь более конкретную воплотить в жизнь и стать более реальными проектами с Белоруссией, поскольку мы с Белоруссией уже в принципе работаем очень много лет. До речи на территории региона уже працует 9 предприемств с итальянским капиталом. Объем замежных инвестиций из Италии летом склав амаль 17 миллионов долларов. На думку бизнесменов, не первый год працующих на белорусском рынке, инвестировать в экономику краины в Вогулей и Гомельской области у приватности – это пленно. Выбирали Гомель как место, где фиксировать и где ставить как раз наш центральный офис нашей деятельности в Белоруссии. По одной простой причине. Там было как раз самое большое количество предпринимателей между другими областями. И это первая причина. А вторая, потому что как раз это является такой интересной область, где как раз есть сильные связи с другими странами. Под часу встречи делегации Гомельской области с деловыми колами Италии у Милани отбылось подписание трех погоднений. Под одним из их присвеченным супрационисту по межконсорциуму СОУ и КОУ, агентством Солидарита и Мерката Италии и Гомельским Абалвыконкамам свой подпись поставил губернатор нашей области. Парафирование погоднения об реализации инвестиционного проекта итальянской компании «Дрилмек» на территории свободной экономичной зоны Гомель-Ратон и трехбакового погоднения об супрационисты по меж Гомельским отделением Гандлёва промысловой палаты администрации СС и итальянской компании «Фоконсалтинг» подагульнила работу официйной частки встречи. Вольга Рабикова, Дмитрий Котов, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель», Милан, Италия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!